13.07 в Кирове на студии на фоне программы «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, напротив меня Михаил Шевелев, председатель Совета по аудиторской деятельности в Тривятской торгово-промышленной палате. Михаил, добрый день. Добрый день, Юлия. Я думаю, что начнем мы с Вами с Вашего профессионального вопроса, потому что буквально на прошлой неделе в Общественной палате России прошли нулевые чтения законопроекта о наделении Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности. Эту сферу хотят реформировать и передать Банку России, собственно, надзор за аудиторской деятельностью и аудиторами. Могли бы Вы сначала объяснить, что именно хотят изменить, в чем заключаются эти изменения? Я могу пояснить с двух сторон. То есть могу с юридической стороны пояснить, могу пояснить со стороны реальных, наверное. Давайте сначала по существу. Ну, по существу предполагается, что, во-первых, как Вы уже правильно сказали, предполагается передать осуществление надзорно-контрольной функции от Министерства финансов в Центральной банке Российской Федерации. Это достаточно существенное изменение, потому что, если в Министерстве финансов орган, скажем так, незаинтересованный и в большей степени он является классическим таким регулятором, скажем так, то плюсом мы понимаем, что у нас есть саморегулирование в отрасли, то есть у нас есть несколько СРО, которые при взаимодействии с Министерством финансов, собственно говоря, и выстраивают определенную политику и правила игры, то при передаче в Центробанк этих полномочий мы попадаем уже в сферу более жесткого контроля, то есть более детального и тотального анализа и, ну, скажем так, более таких, наверное, серьезных контрольных процедур, вот, потому что Центральный банк наделен полномочиями, ну, очень широкими с точки зрения воздействия на субъекты финансовых рынков, вот, это первое. Второе, по существу есть несколько ключевых моментов, которые подлежат реформированию. Первый момент, который очень больно воспринимается, скажем так, аузерским сообществом, это то, что предполагается повышение порога, для компаний, организаций, подлежащих обязательному аудиту. То есть на сегодняшний день этот порог составляет 400 миллионов рублей, то есть предполагается повышение его, ну, в разы. То есть меньшее количество компаний будет подвержено обязательному аудиту. Да. 400 миллионов рублей – это выручка. Да, это выручка. А объясните, пожалуйста, вот, мне кажется, не всем понятно, а почему это плохо? Ну, придется тогда немножко в экскурс аудиторской деятельности, такой небольшой ликбез провести, потому что на самом деле аудит воспринимается далеко не всеми участниками как благо. То есть предполагается, ну, я даже многих директоров знаю, которые говорят о том, что да, ну, мне зачем? Я так знаю, как у меня все хорошо. То есть или все плохо. И, к сожалению, в традиционных условиях аудит у нас воспринимался как, ну, некая такая предналоговая проверка. То есть основной ценностью аудиторской деятельности было, скажем так, некий такой контроль за исчислением налоговой базы. За последние примерно 7-10 лет эта ситуация немножко изменилась, и гораздо большее количество участников вообще деятельности понимают, что аудит это прежде всего здоровая финансия. То есть это прежде всего возможность создать независимую структуру, которая бы позволила всем участникам и государственным органам, и инвесторам, ну, наверное, самым важным, да, и контрагентам на рынке быть более-менее уверенным в том, с кем ты работаешь. К сожалению, ну, вот мы до сих пор видим ситуацию, когда крупные заемщики, даже, которые, ну, достаточно большой объем кредитной задолженности перед банками имеют, они имеют возможности не проводить аудит. В последнее время практика включения обязательного аудита для таких организаций, собственно, предусматривается банками, часто очень, да, ну, это последнее буквально время. Но, к сожалению, его отсутствие, ну, как правило, не влечет каких-либо последствий. Вот только-только начало, ну, скажем так, проклевываться зернышко здравого смысла, когда вдруг увидели, что независимый аудит, который, собственно, формирует определенную ответственность субъектов, он действительно может ситуацию, ну, переломить, что ли, от некой вот такого вседозволенности, да, и махинации в сторону, ну, более честных и открытых отношений друг перед другом, вообще и в предпринимательской деятельности, и в инвестиционной деятельности. И здесь появляются вот как раз такие изменения, которые так или иначе сужают еще больше сферу аудиторской профессии. Понимаете, когда аудит становится, ну, необязательным, невостребованным, непрестижным, и молодежи меньше идут в эту сферу. То есть, и сложно очень, скажем так, самим аудиторским организациям оставаться на рынке. Ну, как сказать? Очень простой пример. Сколько должен стоить труд аудитора, который проверяет и выдает заключение, скажем так, главному бухгалтеру, который получает, там, порядка, там, 200-300 тысяч в месяц. То есть, это достаточно серьезные деньги должны быть, потому что аудитор по квалификации, ну, практически всегда должен... А на сегодняшний день на рынке зарплат с точки зрения аудиторов цифры в разы меньше, я говорю про Кировскую область. В Москве, конечно, ситуация немножко более, как бы, высокая, более, а лучше. Ну, и Москва, город более дорогой. И эти действия, они вообще, вот вы сказали про реформу, да, о которой сейчас заговорили. Ну, и тут, наверное, заслуга общественной палаты, на самом деле, потому что, ну, это немножко другой формат, когда... Заслуга в чем? В том, что они все-таки заговорили? О том, что это обсуждение становится более открытой. То, что это обсуждение, профессиональное обсуждение, стало возглавляться в том числе и обществом, и общественными институтами. Это заслуга, на самом деле, потому что мы ведь постоянно во всех наших реформах пытаемся, стараемся, собираемся, обсуждаем, но нас не слышат. Либо это приводит в некий такой достаточно закрытый формат, когда, ну, да, мы всех услышали, ведь всегда говорят, да, вы все говорите разумно, мы это примем, учтем, но потом не принимают и не учитывают, и оставляют все как есть. И потом это перекочевывают в итоговые варианты законопроектов. Ну, голосуя, мы понимаем, что у нас, к сожалению, избранники и Государственная Дума выбираются не по профессиональным качествам, а по другим заслугам, скажем так. Поэтому надо принять, значит, примут. А когда уже принимаются, получается так, что... Вместе поправки какие-то гораздо сложнее, да? Да, естественно. То есть мы же сейчас наблюдаем целый тренд, целое изменение. И на самом деле диалог это все равно не получает аудиторка сообщества, вырабатывает какие-то поправки, предлагает, высказывает свои опасения, какие-то сожаления. Но там как раз формируется, на мой взгляд, совершенно свой тренд, который, может быть, он и разумен, который может быть и выгоден государству даже, в том числе. Но с точки зрения профессии и института, и доступности этого института, он, конечно же, приводит к тому, что, ну, этот институт будет все более закрытый, все более, ну, такая, скажем, коммерческая контрольно-счетная палата, которая будет проверять, ну, совершенно свои вертикали бюджетных средств, там, какие-то большие топовые компании и, собственно, там, компании, которые, так или иначе, там, связаны с большими господарственными контрактами. Давайте мы сейчас прервемся буквально на полминуты. Это особое мнение Михаила Шевелева, и после небольшого перерыва мы продолжим. Мы возвращаемся в эфир на 101.fm. Особое мнение Михаила Шевелева, председателя Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате. И говорим мы, собственно, как раз о реформе отрасли профессионального аудита и о том, что контроль за аудиторской деятельностью собираются передать от Минфи на Банку России. Михаил рассказывает, чем это грозит отрасли в целом и, наверное, коммерческим компаниям. А вот скажите, пожалуйста, обязательный аудит? Какие компании подвергаются этой процедуре? На сегодняшний день это компании, вручка которых превышает 400 миллионов. Есть ограничения по валюте баланса. То есть это коммерческие компании, госкомпании, без разницы. Без разницы. Выручка больше, добро пожаловать. Да, да, да. Второй момент это акционерное общество, то есть публичное акционерное общество. Есть еще ряд требований к компаниям, которые в силу отраслевых норм подлежат обязательной проверке аудиторской. В частности фонды благотворительные и прочее. То есть организации имеющие свою организационную правовую форму как фонд. То есть все, что связано с общественными финансами, связано с необходимостью прозрачности. Это таки абсурд, потому что есть фонды, которые существуют, скажем, на совершенно небольшие гранты, у которых выручка, ну не выручка, а суммы доходов могут составлять там совершенно небольшие десятки, сотни тысяч рублей. Они подлежат тоже обязательному аудитму на самом деле. С другой стороны, действительно вот этот вот формат прозрачности, он по идее должен формировать здоровые отношения, здоровые, ну не знаю, во всех смыслах. Потому что прозрачность всегда приводит к адекватным ответам на все вопросы. У нас вот на сегодняшний день, ну например, мы все знаем, что есть проблема с инвестиционными проектами, которые поддерживаются государством. Проблема какого рода? Проблема того рода, что у нас записана необходимость мониторинга этих проектов, да, но денег-то на этот мониторинг нет. И этот мониторинг очень часто осуществляться непрофессионалами, либо людьми, которые, ну собственно, собрали отчеты, вот мы провели мониторинг. Ну уж как смогли. Хотя на самом деле проводить аудит этих проектов, на мой взгляд, было бы очень правильно. Плюсом на этот аудит нужно реагировать. То есть, если бы вся система была достаточно, ну такой, действительно независимой, то она бы принесла очень много пользы, ну с точки зрения, сняла бы очень много напряженных вопросов. Ну с точки зрения, например, освоения лесов, да, то есть, был бы контроль, был бы обязательный. Аудит тех проектов, которые имеют определенную поддержку, государственную поддержку. То, может быть, и отношение было бы другое, потому что аудиторы пришли, проверили, им платили их на работу, и собственники, инвесторы получили бы определенный результат, определенный ответ. Все ли соблюдается, все ли законодательство соблюдается, насколько отчетность соответствует действующему законодательству. Ну вот, ну как-то так. А, насколько я знаю, еще одно новшество касается численности аудиторов в конкретной аудиторской компании. Я сейчас не могу точно сказать, так мы про это читали... То ли 7, то ли 12 аудиторов должно состоять в аудиторской компании. На сегодняшний день, ну, мы, по сути, можем говорить о том, что большинству компаний аудиторской области для того, чтобы выжить, придется объединяться. То есть, это как минимум. Да, то есть, предполагается, что будет введена какая-то совершенно новая оценка и новая процедура выдачи атистатов, и я подозреваю, что, ну, очень немного будет желающих пройти эту новую процедуру, ну, просто даже в силу возраста. То есть, в нашей профессии, к сожалению, получилось так, что средний возраст аудиторов, он выше 50 лет. То есть, в целом, отсутствие прихода, может быть, большого количества молодых людей, необходимость и, скажем так, удержание собственниками компаний аудиторов, которые уже вышли на пенсию, скажем так, да. То есть, все это приводит к тому, что средний порог, он очень серьезно увеличивается, и людям в этом возрасте, ну, достаточно сложно и тяжело будет пройти какие-то новые испытания, которые связаны с выдачей нового атистата. Да и нет, наверное, необходимости в этом. А что за критерии для переаттестации, переоценки аудиторов? Они должны будут что? Экзамены задать? Да, конечно. То есть, раньше как было? Раньше было так, что аудиторы делились на три, скажем так, категории. Вот одни специализируются на общем аудите, то есть, всех компаний, которые действуют, ну, скажем так, в коммерческом секторе, может быть, в государственных отношениях. Второй вид специалистов, он был связан с банковским аудитом. То есть, это специализированный аудит, финансовые утверждения. Ну, там своя форма отчетности. Да, там своя система учета, свои, скажем так, свои счета. Своя специфика. Своя специфика, правильно. И была третья форма, это организации, которые, ну, скажем так, с небюджетными фондами и тоже, ну, со своей спецификой были. И в какой-то момент, в начале десятых годов, была проведена реформа и почему-то решили, что специалисты, ну, как аудиторы, должны обладать всеми знаниями во всех отраслях. И появился так называемый единый аттестат. То есть, те, кто желали, они могли зачесть, скажем, свой аттестат в качестве некоего бонуса и по упрощенной процедуре пройти экзамены и получить аттестат единого образца. И сейчас всем предлагается получить как раз аттестат единого образца? Нет, на сегодняшний день предполагается обратно уйти в режим некого разделения специализации. Ну, я считаю, что специализация, на самом деле, это правильно, потому что, ну, есть компании целые, которые специализируются, например, на финансовых утверждениях, потому что там действительно своя специфика. И финансы банковских организаций, они достаточно серьезно отличаются от финансов коммерческих организаций, занимающих там торговлей и производством. И специфика очень разная. А быть специалистом во всех отраслях, как бы, одновременно, ну, это, на мой взгляд, не совсем правильно, не совсем обоснованно. Но, тем не менее, такая реформа тогда была проведена, хотя против нее очень многие отражали именно в профессиональном сообществе. Сейчас, опять же, другая немножко реформа происходит в обратную сторону, в этой части. Ну, не знаю, то есть, мне кажется, у меня, честно говоря, есть очень большой такой, не то, что пессимизм, но большое непонимание. Потому что, на самом деле, во всех странах аудиту отводится очень существенное место с точки зрения экономической безопасности страны. У нас же, почему-то, вот это вот лобби, которое существует в Москве, те подходы, которые, ну, грубо говоря, продавливаются, скажем так, с изменением законодательства, оно нацелено на укропнение. А укропнение приводит к тому, что основные заказы, основные интеллектуальные мощности, что ли, они концентрируются в руках так называемой большой четверки. Большая четверка – это Pricewaterhouse, это Ares & Young, это KPMG и это Deloitte & Tuch. Это четыре большие международные франшизы, по сути, да, которые, ну, уже на сегодняшний день они проверяют, если с точки зрения аудита брать, то это более 80% всего рынка. А при таком укропнении придет, ну, придем к тому, что просто вся информация будет у этих организаций. Отсутствие конкуренции на этом рынке, она, по сути, приводит к определенной незащищенности даже данных. И я вот не понимаю эту логику просто с точки зрения безопасности страны. При том, что… Ну, и небольшие аудиторские компании в регионах. Они либо вынуждены будут переквалифицироваться, ну, скажем так, на финансовый консалтинг. Многие уже на сегодняшний день переквалифицировались и, наряду с осуществлением аудиторской деятельности, занимаются ведением бухгалтерского учета, занимаются оценочной деятельностью. То есть, ну, на самом деле, скажем так, интеллектуальный труд финансистов, он будет востребован. Другое дело, что он будет менее, что ли, стандартизирован, и от этого мы придем опять же к тому, что мы, скорее всего, сделаем шаг назад. Потому что будут появляться компании и предлагать услуги, которые не совсем качественны, не совсем соответствуют требованиям заказчика. А от этого будут страдать все. То есть, появление аферистов, она никогда на рынке не делала, ну, какого-то институционального совершенства. Вот я хочу сейчас процитировать статью с сайта Общественной палаты России. Так, сейчас, секунду. В связи с заменой и отменой аттестатов, цитата, это более 15 тысяч аудиторов потеряют право на ведение своей деятельности. Это, наверное, еще история про тот самый малый бизнес, да, аудиторские компании в регионах, там, небольшие, состоящие, не знаю, из одного-двух аудиторов, это ведь тоже бизнес. Ну, на самом деле, действительно так. То есть, в Кирове, я так полагаю, что порядка 40 человек, которые обладают из Сатан, вот, и это те люди, которые, ну, по сути-то, они являются светом такой финансовой экспертной деятельности. Но реально, скажем, заставить их передавать, то есть, получать новые эти знания-то не изменятся. И, ну, а то, что они прекратят, действительно, право, ну, я точно понимаю, ну, это действительно так. То есть, и будут вынуждены продолжать уходить в такой частный сектор, уходить на должности замов, где-то по финансам, где-то, ну, может быть, в бюджетной должности. То есть, возможно, они-то не пропадут, но институт это мы можем потерять. А в чём смысл передачи аудиторов под ведомство Банка России? Почему под Минфином не будет стоять? Ну, я попробую предположить, на самом деле, потому что мы понимаем, что на сегодняшний день банковская система испытывает очень серьёзное потрясение. Мы видим банк открытия, который, ну, в котором очень большие дыры там, да. То есть, мы слышим о различных слухах, которые связаны с возможным отзывом лицензии у банков из топ-10, топ-5 даже. То есть, мы читаем с вами телеграм-каналы, которые одни из самых успешных, тоже связаны с финансами, и на них показываются разные движения, которые, ну, к сожалению, так или иначе совершались на этом рынке, которые совершались с пенсионными накоплениями, с пенсионными фондами, с игрой там на различных биржах. Вот. И, говорят, ну, одна из версий такова, что банк недоволен качеством аудиторов, которые аудируют эти банки. И вроде бы, пусть они будут аудиторы под нашим контролем, чтобы мы могли им выставлять свои требования по проверке, скажем так, да. Но, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, потому что банк СБ, ну, Центральный банк России, он, на самом деле, сам подлежит обязательному аудиту. То есть, и как получится? Получится так, что аудиторская компания, которую он регулирует, будет проверять этот банк, ну, и вызывать заключение относительно... Очень интересная конструкция, да? Она, ну, на мой взгляд, очень нелогичная и неправильная. И, с другой стороны, на мой взгляд, у Центрального банка достаточно механизмов для того, чтобы осуществлять контроль. По крайней мере, то, что я слышал, те жесткости, которыми сталкиваются обычные держатели расчетных счетов в банке, да, ну, то есть, требования, там, предоставления документов, подтверждения этих или иных операций, оно говорит о том, что банк-то ведь регулирует, ну, влияет на отчетность, ну, и на составление, и на контроль за другими, ну, финансовыми учреждениями. Есть лицензирование банков, есть куча, ну, возможностей. Зачем им аудит, я не совсем понимаю. При том, что аудиторы — это очень действительно квалифицированное и самое-то парадоксальное в том, что с этого года аудит у нас в стране осуществляется по международным стандартам. То есть, если до этого мы, ну, скажем, адаптировали под себя национальные стандарты аудита, ну, на основе международных, естественно, но немножко прочтение другого было и форма взгляда другая была, то с этого года появление международных стандартов аудита, оно ведь на самом деле через несколько лет должно изменить вообще стратегию взаимодействия аудитора с субъектом, который проверяют. Сейчас большее значение будет уделяться людям, осуществляющим корпоративное управление организацией, взаимодействие не с директором и главным бухгалтером, а взаимодействие там с председателем совета директоров будет иметь большее значение, более важное, скажем так. И это тоже нацелено на прозрачность, на изменение неких подходов. И, честно говоря, вот эти вот некие дергания, метания по какому-то особому пути, они не делают чести в целом нашей, ну, такой, скажем, структуре общественно-экономического и политического устройства в стране. Давайте, Михаил, мы на этом прервемся буквально на пару минут. Это «Особое мнение» Михаила Шевелева. Сейчас мы уйдем на рекламу, очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир на 101.фм программы «Особое мнение». В гостях у меня сегодня Михаил Шевелев, председатель совета по аудиторской деятельности при Вятской торгово-промышленной палате. В первой части программы мы подробно обсудили реформу аудиторской деятельности в России, хотят передать эту сферу под контроль Банка России, сейчас она под контроль на Минфину, и внести ряд других изменений. Но во второй части программы, Михаил, я хочу поговорить про наш бюджет. Очень хорошая тема. Да. Есть прекрасный документ, который называется «Бюджет для граждан». Всем, кто интересуется, даже не специалистам, в очень доступной и понятной форме изложенной информации. Я вот прям рекомендую загуглить, скачать этот документ для себя и изучить, потому что прям интересно. Все очень наглядно, графики, столбики, диаграммы, очень хорошо все видно. Вот первый и главный мой вопрос. Смотрим расходы, запланированные на 2018, 2019, 2020 год. Расходы бюджета. В 2017 году это 46,258 миллионов рублей. На следующий год 46,696 миллионов. На 2019 год 46,632 миллиона. На 2020 год 46,89 миллионов. Но мы понимаем, да, что тренд идет на снижение. Вопрос. Как регион будет развиваться при наличии такого бюджета? То есть это не бюджет развития от слова «совсем». Совсем. Ну, на самом деле, интересным является, и я этого не сделан, посмотреть бюджеты последних трех лет. Потому что вот практически по одной и той же кальке этот замечательный документ презентации создается последнее, ну, если я не ошибаюсь, три года точно. То есть он также формируется там на ближайшие три года. И вот динамика этих цифр, ну, может вызвать определенный, как бы, интерес. Но могу сказать, что по всем трем бюджетам, по всем трем презентациям, по которым я смотрел, есть одна очень характерная особенность. Давайте. Они очень ровные. То есть они вот прямо практически... Тютелька в тютельку повторяют предыдущий год? Вы это имеете в виду или что? Не совсем. То есть они меняются. То есть там какие-то цифры есть, какие-то изменения есть. А более того, я уверен в том, что есть обоснование тому, почему эти цифры меняются. Но это застывшие подходы к формированию, основанные на некоем исторически сложившихся бюджетных отношениях. То есть, грубо говоря, ничего не должно меняться. Не надо ничего трогать в этой замечательной стабильности. То есть я бы назвал этот бюджет, это классический застой. То есть мы не предполагаем каких-либо прорывов, не предполагаем каких-либо изменений, даже методики этого подхода к составлению бюджета. Понимаете? И вот это самое, на мой взгляд, обидное и что ли страшное. Подождите, а какой может быть прорыв в методике составления бюджета? Вот ты спрогнозировал там налоговые и неналоговые доходы. Ну, я могу предполагать, что можно было совершить прорыв в представлении данных. Например, мы видим документ, в котором примерно дается социальная характеристика. То есть, сколько у нас поселений, сколько жителей, чем мы богаты. Ну, так очень простенько, для граждан же написано. Второе, мы видим основные элементы политики. Ну, то есть налоговой политики, за счет чего мы будем повышать собираемость налогов. Мы видим основные подходы к повышению доходной части бюджета. Да, и мы видим, ну, там еще там пара элементов, которые связаны вообще с финансовой политикой Кировской области. Вот если мы возьмем за последние три года вот эти вот строчки, да, мы можем их переоставлять только по местам. То есть, там каких-то новых форм, новых слов практически не звучит. Вот. При том, что существуют достаточно серьезные финансовые рычаги, инструменты и механизмы, которые на следующие годы предусматриваются. Ну, например, за все три года написано о том, что мы будем бороться с черной зарплатой. Это ведь как бы у нас основной выход из тупика, да? То есть, чем больше белая зарплата, тем больше налогов, тем лучше мы живем. Но при этом во всех бюджетах увеличение доли НДФЛ в структуре налоговых доходов, ну, по сути, увеличивается на инфляционную составляющую. То есть, на некоторую составляющую, которая, ну, очень, так скажем, оптимистично ставит себе задачу. В чем особенность-то? Бюджет ставит задачу себе. То есть, правительство ставит задачу себе. Вот если вы себе будете бюджет формировать, вы его как будете делать? Рискованно или как-то такой консервативно-оптимистично? Ну, ближе к жизни. Ну, абсолютно оптимистично. Лучше больше заработать и потом как-то это потратить на свое удовольствие, нежели это, ну, сейчас предусмотреть, а потом не сделать. То есть, нету прорыва даже в постановке задачи самих себе. И нету прорыва в подходах. То есть, ведь если мы говорим о том, что мы выводим, там, зарплату из тени, то мы должны поставить себе какие-то цифровые показатели, насколько мы будем это, ну, и за счет чего это будет сделано. Ну, а вот, например, смотрите, 2018 год, я сейчас смотрю графу НДФЛ. 11 миллиардов 252 миллиона налоги. 2019 год, 11 миллиардов 795 миллионов, вот, цель себе поставили. Вывели зарплату из тени, собрали больше НДФЛ. Нет, мы ведь понимаем, что практически все, на сегодняшний день все работодатели приводят на себе определенные обязательства по индексации заработной платы. Да. Да, то есть я как работодатель могу вам точно сказать, при проследии проверки труевой инспекции мне было вынесено рекомендации и предписание о том, чтобы я заключал свои договора с точки зрения того, что я беру на себя обязательства регулярно индексировать, увеличивая ее работную плату, как минимум, там, на сумму инфляции. Это в этом мире происходит, да? В этом мире, в нашей области. Я уверен, что многие работодатели знают об этом. Может, кем-то неформальные разговоры проведены. Ну, это... Ну, хорошо, да, вот индексация, да? Это индексация. То есть она же фактически присутствует. То есть, возможно, вот, если традиция... Трудовая инспекция провела разъяснительную работу. Вы проиндексировали и заплатили больше налог. Ну, естественно, мы же говорим о том, что у нас официально зарплата должна быть выше. Вы его цель себе поставили. Нет, Юля, я согласен. Но тогда ведь нужно расписать о том, что мы за счет увеличения вывода из тени вот столько-то мы выведем и столько-то мы заработаем. Дальше, давайте посмотрим. То есть, там есть некая такая высшая цель. Это наполнить наши промышленные парки резидентами. Там есть такая цель, она прописана. То есть, соответственно, было бы очень интересно. То есть, сколько у нас появится резидентов и сколько у нас увеличится бюджет. Сколько вешать в граммах? Да. Очень интересной цифрой является... Ну, мне как гражданину, может, не для меня этот бюджет составлен, да? Но мне очень интересно. И для вас в том числе, Михаил. Динамика роста налога на прибыль мне непонятно. Налога на прибыль организации? Да. Ой, я сейчас расскажу. Это просто песня, потому что... 2017 год. Извините. Я сейчас просто озвучу. 6 миллиардов 452 миллиона. Так, я так понимаю, что это миллиарды у нас все-таки есть. Да, 6 миллиардов. 2018 год. 6 миллиардов 6 миллиардов 644 миллиона. 2019 год. 7 миллиардов 123 миллиона. И 2020 год. 7 миллиардов 490 миллионов. Как хорошо должен жить бизнес в 2020 году? Ну, лучше он должен жить, чем сейчас. Ну, как минимум, он должен не перерегистрироваться в другие регионы. И самое главное, он должен начать оставлять здесь прибыль. То есть, он должен здесь оставлять добавленную стоимость. Он должен начать больше зарабатывать. Давайте начнем с этого. Ну, с этого тоже, конечно. Что в наших существующих реалиях, наверное, проблематично. А там цифра за 16-й год какая там была? А цифра за 16-й год отчетная 6 миллиардов 86 миллионов. Ну, то есть... Прогноз на 17-й год 5 миллиардов 63 миллиона. То есть, мы на миллиард меньше в этом году соберем? А, так, подождите, нет. Секунду, секунду. Это, видимо, по факту, то, что на данный момент, а 2017-й в оценке, извините, 6 миллиардов 452 миллиона. То есть, миллиард мы еще доберем. Да. Ну, я... Вот этот подход, он более такой, что ли, ну, интересный. Понимаете, там, где написано про субсидии, субвенции, вот я, честно говоря, до конца сам, ну, не готов вот сейчас там без помогательных условий там назвать, чем там они отличаются, там, дотации, субвенции, субсидии. Но я точно знаю, что на следующий год, например, там, миллиард там нам предусмотрен там по программе безопасной и комфортной дороги. Ну, безопасной дороги, да. То есть, у нас в этом году часть денег пришла, в следующем году тоже запланировано часть денег. Вот какую долю составляют вот эти вот расходы на дороги, вот в этой части? Я, ну, может, невнимательно посмотрел, но вот такой подход мне был бы гораздо более интересен и понятен. Понимаете? То есть, я знаю, что там на мост, например, денег будет меньше, который там Путепровод строится, да, соответственно, за счёт него там будет, ну, меньше этих денег. Но в целом, вот если вот эти нюансы убрать, проектные, мы не видим по большому счёту задачи, которые поставлены. Например, министерству, как мы оцениваем сейчас правильно, по предпринимательству там 20. Ну, то, что... Я поняла. Там просто сейчас ещё происходит некое перераспределение функций в правительстве. Сейчас называется Министерство развития предпринимательства и торговли. Да. По-моему, как-то так. Да, да, да. И, ну, пусть не обязательно это министерство, но каждое министерство ведёт определённую работу во взаимодействии с федеральными органами власти, с федеральными органами власти по получению дополнительных денег. И мне было бы интересно, кто какую работу ведёт. Какое министерство, сколько федеральных денег привлекло. Кому какая задача поставлена и кто как действительно это... Кто как поработал. Кто так поработал. Михаил, нам, к сожалению, с вами пора закругляться, уже звукорежиссёр нам делает недвусмысленные намёки. Но я вот сейчас озвучу одну статью расходов, и мы закончим. Расходы на средства массовой информации. Это предоставление субсидий 11 редакциям газет. Ну, видимо, это газеты правительства области. 2018 год 69 миллионов рублей. 2019 год 66 миллионов рублей. 2020 год тоже 66 миллионов рублей. Вот. Хотела бы я с вами, конечно, обсудить ещё этот момент, но, видимо, оставим на следующий раз. Благо, бюджет большой, да и вы не последний раз к нам приходите в эфир. Это был Михаил Шевелёв, его особое мнение, председатель Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате. Я благодарю вас за эфир. Спасибо. Эфир для вас была Юлия Афанасьевна. Всего доброго и до свидания.